В знак времени Ульяновск вновь принимает беженцев из Украины. Накануне в наш регион прибыли пять сотен человек. Среди них много детей, есть инвалиды-колясочники. Поезд Таганрога Ульяновск встречал наш корреспондент Максим Бажанов. Волонтеры, медики, соцработники и полиция. На станции Ульяновск-3 сегодня непривычно много людей. Все они готовятся встретить поезд из Таганрога. На нем приедут люди, прожившие ад. Вынужденные переселенцы из Мариуполя, где сегодня идут ожесточенные бои. Среди пассажиров не только женщины, старики и дети. Наши солдаты спасали всех, кто оказался в заложниках боевиков АЗОВ. Немало среди приезжих и инвалидов. Им начали оказывать помощь сразу на перроне вокзала. Предоставили коляски и специализированный транспорт до пунктов размещения. Жители Мариуполя провожают к автобусам по группам, чтобы не было столпотворения. В наш регион приехало 517 человек. Пятая часть из этих людей – это маленькие дети. Их всех разместят в Ульяновске, Димитровграде и Ульяновском районе. Это в основном гостиницы и санатории. В каждом из пунктов размещения волонтеры подготовили гуманитарную помощь на первое время. Предметы личной гигиены и продукты питания. Также, если кому-то потребуется медицинская помощь, на местах круглосуточно дежурят специалисты в деле и соцзащита. Будут помогать расселяться по комнатам с вещами, у кого дети, организовывать размещение детей, предоставлять необходимую мебель, кроватки детские, необходимый инвентарь, собирать также данные о том, какие вещи требуются. Будет организована полноценная работа. Такая помощь людям необходима. Из Мариуполя бежали без оглядки, без вещей, без документов. Люди просто спасали свои жизни. Вот, например, семья Клименко. По их рассказам, они больше трех недель жили в подвале собственного дома. Без воды и еды. Не укрывались от взрывов. Их туда согнали. В основном все уничтожали, это украинская армия. В основном Азов. Они не давали ни воды, ни еды. Они даже выгоняли людей из квартир. Занимали квартиры, обзоры, чтобы у них простреливались дороги и все остальное. На Альпера у нас сидели на крышах, прямо на девятиэтажках. Со слов мариупольцев, в таких условиях жили все, кто сегодня прибыл в Ульяновск. Отсюда ссадины, синяки, пустота в глазах и истощение. Людям нужно время, чтобы прийти в себя. Регион всячески с этим поможет. Сомнений нет. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести. Ульяновск.